Продолжаем наш эфир. Геннадий Леонидович Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», подключается к эфиру канала «Фридом». Геннадий Леонидович, приветствуем. Здравствуйте. Рады вас видеть. Геннадий Леонидович, к сожалению, продолжаются военные преступления, совершаемые российскими оккупантами. Эти военные преступления распространяются не только на украинскую территорию, поскольку включает в себя еще и различный народ террор, который сейчас и ранее практиковали россияне. В частности, это газовый террор. Насколько Европа на сегодняшний день готова к следующей зиме или последующим зимам? Насколько сегодня может позволить себе полностью отказаться от российских энергоресурсов? Ну, все уже времена газового террора для Европы прошли. Россия может разве что себя терроризировать, продолжая топить дровами в тех районах, где добывается этот самый природный газ. То есть, не предоставляя собственным гражданам услугу по газоснабжению. И вот сейчас уже пошли разговоры о введении некой рыночной цены на природный газ для населения Российской Федерации. Не знаю, пойдет ли на это Путин, но предложение уже от Газпрома такое поступило. Что же касается Европы, то даже уровень цен сейчас, точнее уровень котировок сейчас таков, что фактически становится понятным возможности для влияния на Европейский Союз через российские энергоносители. Это и уголь, и нефть, и газ, и нефтепродукты исчерпаны. И сейчас стоит вопрос не о том, где взять газ, чтобы наполнить газовое хранилище в Европе, а где бы еще взять свободные мощности тех самых газовых хранилищ, чтобы не обвалить цены вообще дешевле грибов на природный газ где-нибудь к сентябрю. Так как сейчас газовые хранилища намного более наполнены, чем это было в любое аналогичное время прошлых лет. И многие говорят даже о 70%, хотя, на мой взгляд, все-таки чуть меньше, чем 70% газовых хранилищ заполнены. Посмотрим. Вполне вероятно, что эта ситуация будет выгодной и Украине, которая может предоставить европейцам собственные мощности для хранения природного газа, чтобы снять все ограничения, которые были до этого у европейских потребителей. Геннадий Леонидович, вы сами сказали, в игру вступает Украина. Насколько газовые хранилища, имеющиеся у нашего государства, могут помочь в решении этой ситуации? Ну, могут помочь, безусловно. Но здесь, безусловно, есть финансовая проблема, назовем ее так. Любые объемы энергоносителей, которые хранятся где бы то ни было, они страхуются. И вот на территории страны, которая ведет войну, очень сложно застраховать любой товар. И далеко не все компании готовы идти на это. Поэтому здесь есть сложности, они решаемые, я думаю, что они будут решены. Ведь и сегодня в подземных хранилищах газа в Украине есть газ европейских трейдеров, и не только европейских трейдеров. И Укртрансгаз не просто так проходил процедуру сертификации, чтобы просто повесить соответствующий диплом на стенку в рамочке. Это необходимо для того, чтобы стать полноправным членом теперь уже не только НСАИ, то есть не только благодаря синхронизации электроэнергетических систем, но и полноправным членом НСАЖИ, то есть обеспечив синхронизацию газовых систем Украины и Европы. Я думаю, что это дело ближайших, ну, я не буду говорить осторожно, буду говорить осторожнее, не ближайших месяцев, а ближайших лет. И эта интеграция, она обеспечит взаимовыгодное использование тех возможностей, которые предоставляет европейским потребителям, система хранилищ подземных газовых, одна из самых больших по объемам в Европе. Но это же непосредственно связано с ситуацией в сфере безопасности. Дело в том, что если будет все еще актуальна и ракетная угроза, которая сегодня более чем актуальна, значит эти газовые хранилища нужно будет как-то дополнительно защищать. Европа к этому готова? Нет, защищать их точно никаким образом не нужно, потому что газ не хранится на поверхности. Это же не просто подземное называется. Объем газа, который хранится в таких сооружениях, в основном это природные сооружения, пещеры, соляные или любые другие полости, которые используются для того, чтобы закачивать газ и хранить его достаточно продолжительное время. Так вот, эти пещеры, они расположены на глубине от 400 метров и где-то до 2, более чем 2 километров, и поэтому это хранение достаточно безопасно. Да, существуют определенные угрозы, связанные с возможностью ударов по газораспределительным станциям, по компрессорным станциям, но это достаточно сложно все-таки попасть в такой объект после любой, допустим, крылатой ракеты и воздушного базирования. Именно, кстати, с этим связаны вот те вот риски, которые приводят как аргумент страховые компании. Но я думаю, что этот вопрос, как я уже сказал, будет решен к обоюдной пользе. Ну и кроме того, то же самое хранение этого газа в Украине, оно выгодно и европейским, не только европейским потребителям, но и Украине. Это же не только плата за тариф за хранение, это еще и возможность тратить меньше технологического газа при использовании этого ресурса в отопительный сезон. Чем больше газа, тем выше давление в этих хранилищах, тем меньше требуется ресурсов для того, чтобы извлечь газ тогда, когда это необходимо. Ну да, получается, что если страховая отрасль избегает сейчас Украины в вопросе страховки этих газовых хранилищ, то нужны гарантии от государства. Именно об этом как раз говорит в Европейском Союзе. И насколько эти гарантии могут быть существенными, это и повлияет на исход. А скажите, насколько Украина готова к обеспечению следующего сезона? Я, честно говоря, тут и к гадалке не ходи, Россия будет пробовать, если война не закончится, если до 1991 года границы не будут освобождены, обстреливать энергетические объекты Украины. Здесь даже не надо быть великим аналитиком, чтобы мы с этим столкнемся. Вот насколько мы готовы, учитывая опыт предыдущей зимы? Безусловно, опыт учтен. И опыт учтен, я даже сказал, что учет этого опыта произошел уже во второй половине отопительного сезона. То есть был учтен опыт октября-ноября прошлого года. И мы увидели значительно более плотную защиту. Этот самый купол, пусть он не называется железным, но он достаточно прочный для того, чтобы абсолютное большинство ракет, направленных на энергетическую инфраструктуру, сбивалось средствами украинского ПВО. Я думаю, что эти силы и средства будут лишь совершенствоваться. Ну и помимо этого, восстановление поврежденных объектов уже осуществляется с учетом повышенных требований безопасности. Уже идет заглубление тех объектов, которые расположены на открытой местности. Уже строятся определенные сооружения для физической защиты объектов. Ну и кроме того, целый ряд работ проведен оператором системы передачи Украинерго, операторами системы распределения Облэнерго и генерирующими компаниями для того, чтобы обезопасить, как можно больше снизить риск до минимума последующих повреждений энергетических объектов. Конечно же, исключение повреждения полностью невозможно. То есть невозможно снизить риск до нуля. Конечно. Но сократить до минимума, это вполне возможно, что и делают энергетики. Напомню еще нашей аудитории, что 5 систем Патриот Украина должна получить до конца года. Это тоже хорошие новости. Так что касаемо Патриот, что касаемо там Сампти, Айрис Ти, еще неизвестно, я думаю, что тоже они будут поступать в Украину. Огромное вам спасибо, Геннадий Леонидович, за участие в эфире. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», был в эфире канала «Фридом». Благодарим. Спасибо.